На последнем этого года аппаратном совещании в зале городской администрации, несмотря на все отмеченные достижения служащих муниципалитета, главной наградой для всех присутствующих стала победа воспитанника спортивной детско-юношеской школы Олимпийского резерва имени Шамиля Умаханова Рамазана Расулова, завоеванная на международном турнире по тэквондо Кубок Эльбруса в городе Нальчик. Рамазан уже на протяжении полутора лет занимается тэквондо. За малый период времени занятия данным видом спорта неоднократно участвовал на турнирах и занимал достойные прозовые места. В возрасте семи лет Рамазан усердно проходит тренировочный процесс и добивается поставленных целей тренера. Все заслуги мальчика благодаря его тренеру и желанию заниматься. Как отметил Рамис Пахрудинов, старший тренер по тэквондо, тренирующий Рамазана, несмотря на многие преграды на пути юного атлета, добивается успешных результатов. В принципе, неплохо у него получается с малых лет. Надеемся, если будет так же продолжать работать, уверенно идти, слушать по заданию, то, что ему даешь, выполняет. Так, будем надеяться, что парень далеко пойдет. За выход в полуфинал был чуть-чуть тяжелый бой. То, что я ему дал задание, он это сделал, что меня это обрадовало. Парень выполнил. А в финале, в принципе, уже собрался как-то. Обычно говорят, тяжелые бои будут первые и финальные, а тут получилось, что за выход в финал был очень тяжелый бой, а в финале бой он уверенно прошел. Характерная особенность тэквондо – активное использование ног в бою, причем как для ударов, так и для блоков. Сам Рамазан отметил, что в тэквондо его привлекает техника удара ногами. Участие на турнирах позволяет набраться опыта и не останавливаться на достигнутом. «Поставить повторение, представить, и проводить. Мы только когда надо, надо, чтобы провалить, но мы умеем. Международный турнир по тэквондо проводят ежегодно для популяризации данного вида спорта среди молодежи всех городов республики. По словам наставника, у Рамазана имеются все качества спортсмена, упорство, сила воли, несмотря на свой юный характер. Продолжив, что это не первая и не последняя награда в его малой спортивной карьере. Бурлия Цамбиева, Тагиб Магомед Набиев, информационная программа «Пульс».